Здравствуйте, мои маленькие любители юнитизма, с вами Кирилл Великий и сегодня мы добавим класс врагов, а также добавим некоторые обилки нашим снарядам башен. Ну что ж, стартуем. Начнем с небольшого обновления скрипта TowerScript. Удалим из апдейта запуск функции SearchTarget, вместо этого запустим ее с повтором с периодичностью в одну десятую секунды. В самой функции поставим условие, что выполняться поиск таргета будет только если башня может стрелять. В классе башни в скрипте GameControllerScript добавим публичную переменную Type, также добавим ее в конструктор. Это нам понадобится для снарядов. Сразу же обновим башни в списке. В скрипте TowerScript в функции выстрела снаряду, который создается, мы присвоим переменной SelfTower, которую также нужно объявить, значение нашей башни. А в старте скрипта снаряда добавим присвоение переменной SelfProjectile элементов списка AllProjectile в зависимости от типа башни. Также добавим функцию Hit, которую будем вызывать при попадании снаряда во врага. В ней мы будем в свече выполнять разные действия, зависящие от типа башни, которая выпустила снаряд. Создадим сразу два условия для первой и второй башни. Перенесем код нанесения урона врагу в новую функцию. В скрипте врага добавим функцию StartSlow, которую будем вызывать при попадании снаряда первой башни во врага, ведь первая башня будет замедлять врага на некоторое количество времени. Функция будет принимать две переменных, одна отвечает за время замедления, другая за показатель замедления. Также перенесем функцию CheckIsLife из апдейта в функцию TakeDamage, таким образом мы не будем лишний раз проверять состояние врага. В функции попадания снаряда первой башни во врага запустим выполнение функции замедления. Замедлим врага на 3 секунды, а от скорости отнимем единицу. В скрипте врага объявим корутину GetSlow, которая позволит замедлить нашего врага на некоторое время. В функции StartSlow вызовем корутину. Заполним функцию, попутно изменив тип переменной скорости на float. Также объявим переменную StartSpeed для того, чтобы вернуть скорость спустя время на прежний показатель. Запустим, чтобы проверить. Вылезла ошибка, связана она с тем, что мы пытаемся получить значение поля переменной класса, прежде чем даем значение этой переменной. Фиксим и запускаем еще раз. Как мы видим, работает все правильно. Однако появляется баг, состоящий в том, что когда замедление стакается, скорость врага становится отрицательной, и он меняет вектор движения наоборот. Чтобы это пофиксить, функции StartSlow сперва нужно останавливать корутину и возвращать скорость на начальное положение. Таким образом, замедление стакаться не будет. Проверяем еще раз. Работает отлично. Теперь объявим класс врага в скрипте GameController Script. Добавим поля и конструктор. Добавим список со всеми врагами и заполним его. В скрипте врага заменяем переменные на поля класса так же, как это было в скрипте башен и снарядов. А в спавнере врагов занесем значение переменной self-enemy врага равному случайному элементу списка всех врагов. Запустим и проверим. Как мы видим, возникает баг, что замедление одного врага распространяется на всех врагов этого типа. Данный баг возникает по причине того, что классы и объекты классов имеют ссылочные типы данных. Это значит, что когда мы присваиваем переменной self-enemy врага элемент списка всех врагов, мы привязываем его по ссылке. И изменяя поля переменной self-enemy, мы изменяем их и в исходном списке всех врагов. Этот баг фиксится тем, что нужно перегрузить конструктор, добавив новый конструктор, который будет принимать в качестве переменной объект собственного класса. В конструкторе занесем все значения в поля. Таким образом мы будем создавать новый объект класса, копируя значение исходного. Проверим заново. Теперь все работает правильно. Приступим к написанию функции AOE-Dimage в скрипте врагам. Эту функцию вызовем при попадании снаряда второй башни. Способность второй башни будет в том, что урон будет наноситься всем врагам в определенном радиусе от врага, в которого производится выстрел. Тело функции похоже на поиск врага, который происходит в скрипте башни. Проходимся по объектам с тегом врага, добавляем список потенциальных получателей урона тех, кто находится в определенном радиусе от врага, а затем всем элементам списка выполняем функцию Take Damage. Сменим некоторые параметры башни и снаряды для наглядности и проверим. Так как мы не можем получить доступ к элементам класса врага, в инспекторе добавим публичную перемену жизни врага чисто для теста. Все работает отлично. Осталось только изменить спрайт так же, как это делалось со снарядами. Финальная проверка. Все работает отлично, не считая некоторого дисбаланса, но это пустяки. С вами был Кирилл Великий, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok